Говорят, что вся наша жизнь это борьба со сном и голодом, а иногда еще и за чемпионство. Но вот есть люди, которые просто одной левой или одной правой справляются со всеми всевозможными трудностями. Как, например, наши сегодняшние гости. Это Александр Осипов, чемпион весовой категории до 90 килограмм, инспектор отряда спецназначения Гром. И Александр Сорокин, чемпион весовой категории до 80 килограмм, кандидат мастера спорта. Доброе утро! Доброе утро! Мужчины, доброе утро! Мы знаем, что уже прошли ежегодные соревнования по армрестлингу в рамках спартакиады Главного управления МВД России по краю. Правильно? Правильно. И вы там заняли первые места. Это настоящие чемпионы сегодня в нашей студии. Вот подтверждение. Вот такие грамоты вам покажут. Поздравляем вас с этой победой. Скажите, сложно ли было бороться за эти награды? На самом деле это уже привычная для нас работа, борьба за столом. Это проводится ежегодно. Ну, конечно, сложно, потому что каждый соперник самый сложный соперник. Ну, соперники же ваши коллеги, получается, на самом деле. Да. Вы же всех знаете, наверное. Ну, да, знаем. Почему появляются более... ну, которые вновь прибывшие сотрудники, тоже, как говорится, подготовленные. И тоже становятся вашими соперниками. Да, более подготовленные, моложе. Ну, пока мы видим, что нет у вас конкурентов. В первые места, все. Скажите, а вообще зачем полицейскому нужен армрестлинг? Ну, я понимаю, там борьба, пулевая стрельба, это да, это нужно. А вот армрестлинг еще... Во всем, что нужно полицейским. Да, зачем армрестлинг полицейскому? Ну, на самом деле, это тоже армрестлинг, это характер, это сила воли, где нужно проявить свой характер. Достоять, додержать, дотерпеть. Да я даже, знаешь, сейчас по рукопожатию понял, что вот... Ну, я поняла, что не зря ты. Не завидую тем нарушителям закона, которые встретятся с этими ребятами, могут сразу кисть-то и раздробить. Как нужно разминаться для того, чтобы показывать хорошие результаты? Ну, есть какая-то разминка особая вот для армрестлера? Конечно, разминаться... Вот покажите нам. Разминаться, это самое главное, это разминка, потому что это... Так, прошу, господа, к барьеру, если можно так сказать. Вид спорта травмоопасный, поэтому... Первое главное в борьбе, это разминка. Подходя за стол, нужно обязательно кисть размять, кисти хорошо размять. А то есть разминка проводится в паре, да, со своим соперником? Ну да, желательно, чтобы в паре, потому что одному неудобно размять суставы, пальцы обязательно. Натянуть пальцы сопернику, чтобы соперник поработал, сам, чтобы поработал. Соперник тоже тоже будет работать. Ну, и после уже, после хорошей разминки, после разогрева рук, нужно приступить к барьеру. А вот, подождите, подождите, мы хотим посмотреть. Мы знаем, что вы чемпионы в разных весовых категориях, но все-таки можно посмотреть, как можете бороться. Ну, конечно. Если не сложно, с утра пораньше. Захват. Тем более уже размялись. Тем более размялись, да? Как там? Три-четыре, да? Реди-го. А, реди-гоу. Реди-стеди-гоу! Вас потяжелее весовая категория, да? Да, это у меня полегчилось. А почему проиграли тем, кому легче? Эх, как-то да. Поддались, придавайтесь. В чем особенность вообще армрестлинга, вот, в отличие от других, возможно, ну, мы понимаем, да, борьба на руках. Так, есть ли еще какие-то подобные виды спорта, которые тоже предназначены для того, чтобы развивать именно вот плечевой пояс, руки? Ну, виды спорта все одинаковые тем, что есть тактика. В каждом виде спорта тактика своя, свои какие-то моменты, которые нужны, хитрости свои. Ну, вот, и в армрестлинге тоже свои хитрости, своя тактика, так скажем. Александр, скажите, а для вас, что важнее всего в вашем спорте? Ну, во-первых, это сила, тренировка должна быть, и, ну, и как немаловажно, это техника, как сказал Александр. А тренировки что в себя включают обычно? Ну, давайте мы вот так вот, чтобы Александр еще в камеру можно было посмотреть. Итак, Настя, ты спросила, что включает тренировки в себя, правильно? Что включает? Как проходит обычный день тренировочный армрестлера полицейского? Разминка, это мы поняли. Ну, разминка, как правило, как Александр сказал, что разминаются суставы, пальцы. Ну, а сила руки, вот, как ее натренировать? Это... Берешь гантельку, да, поднимаешь? Гантель, да. Вот, может, не простые какие-то гантельки надо брать? Да почему? Обычные гантели. Обычные? Конечно. А гири можно? И гири можно, да. Ты, видимо, решил податься в этот вид спорта. Скажите, у вас есть, наверное, на рабочем месте такие эспандеры для кисти, которые вот развивают... Да, вот, кстати, это же говорят, что очень хорошо развивают силу кисти. На самом деле не только на рабочем месте. А всегда с собой. Всегда у меня и в машине, и в кармане. Всегда в кармане. Ну, потому что, наверное, больше к этому виду спорта отдал лет. Много уже. Значит, это правда. Действительно, они развивают силу кисти. Вот это маленькие секреты для вас, уважаемые телезрители, от наших чемпионов. Мы сейчас попробуем побороться, конечно, за кадром. Мало ли что могут с нами сделать эти чемпионы. Опасаюсь немного. Ну, а тем временем к нам присоединился новый гость Евгений Милиновский. Мастер спорта по армрестлингу. Судья первой категории. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Евгений, мы знаем, что в Спартакеаде полицейских более 40 видов спорта. Разнообразный армрестлинг. Какое место занимает в этом ряду? Такая мужская забава, естественно, занимает очень весомое место. И очень много сотрудников очень любят побороться на руках. И каждый год мы их видим на соревнованиях. Они готовятся, выступают, показывают результат. Расстраиваются, когда проигрывают. Радуются, когда выигрывают. Для них это очень важно, потому что они в своих рабочих коллективах, у них есть уже свой авторитет. Их знают, что они могут прийти, там, поломать всех на руках. То есть это для них очень круто. Какие опасные ребята. Настоящие, да, настоящие мужчины, образцы мужества. А вот, кстати, как не поломать-то руку, когда во время соревнований? Чтобы не поломать руку на соревнованиях, да и в основном, даже я бы сказал, на соревнованиях их ломают не очень много. Это крайне редко. Это в основном, когда люди неподготовленные участвуют. Переломы рук в основном происходят на каких-то вечеринках, на свадьбах, где-то в кабаках, когда люди без разминки, без специального оборудования, без техники начинают бороться. Бороться, и потом у них происходит определенная штука. То есть разминка прежде всего. Да, я общался с хирургом БСМП, и он мне рассказывал, что очень часто приезжают. Чтоб такого не происходило, что нужно сделать? Ну, я, в принципе, могу объяснить, дорогим телезрителям. Да, объясните, потому что многие, может быть, после нашего разговора захотят заниматься армирством. Игорь, разомнешься? Конечно. Давайте встанем вместе, да, нас видно. Возьмем расслабленную руку, согнем ее локтевым с устами, ладонью к себе. Рука абсолютно расслаблена, и просто разогнем ее вперед. Рука очень легко у нас разгибается, сгибается, никакого нет сопротивления. Теперь развернем ладонью, например, влево, если правая рука, и попробуем расслабленно разогнуть руку. У нас рука разгибается? Ну, уже не так. Уже нет. Чтобы рука разогнулась, нужно упасть на бок, правда? Но это анатомия, это же тут. Это анатомия, физиология, вот все очень просто. И чтобы победить соперника, нужно смотреть на его руку, чтобы она разгибалась вот с такой проекцией. Это очень просто. Не ломать его в сторону, а делать движение на себя. А, вот в чем секрет. Вот это лайфхак настоящий. То есть запомните это. Потом очень важный момент. Во время поединка вы боретесь рукой, будьте добры, смотрите на свои руки всегда. То есть уже можно на столе показать. Да, давайте. То есть очень часто бывает, я на это смотрю, у меня аж сердце замирает, мне становится плохо. Когда люди начинают бороться на руках, начинают кричать, отворачиваться и давить. А, в ту сторону, куда давят, куда искать. Рука где-то здесь, я, моя голова, человек где-то здесь. То есть очень важно, дабы избежать травмы, когда вы боретесь на руках, всегда смотреть на кистевой захват. Ваш взгляд на кистевой захват. Если вы отворачиваетесь, у вас происходит такая ситуация. Ваш корпус отворачивается, очень большая нагрузка идет на плечи, лучевую кость. Если соперник будет давить в сторону, а я уйду, возможно, если там физиология, нехватка кальция, произойдет еще еще, потом очень серьезные последствия. Так что если мы отвернемся, у нас возможна травма. Если мы будем смотреть на руки, у нас травма уже снижается к минимуму. Значит, во время поединка стараемся, если мы боремся правой рукой, тянуть на левое плечо. На свое левое плечо. По диагонали. Вот смотрите на руку, помните, что я рассказывал? Да, да, да. Вот она и рука разгибается. Если я буду сейчас давить в сторону человеку, у вас будет дискомфорт в кости. Такое движение, я могу сломать кость, если сделал удар в другую сторону. Не надо, пока не надо. У меня меньше сопротивления, ближе к путь победе, она легче. Ну, спокойно, раз и разогнули руку. А я вам давайте. О, тоже получилось. Так что лучше бороться мышцами, связками, но не костями. То есть кости свои не подставлять, они еще пригодятся. Ну да. Еще есть какие-то секреты? Секреты? Ну, во избежание травм, да, мы сейчас обсуждаем. Нужно обязательно разминаться. Если вам пришлось уже где-то побороться, не в спортивном зале, не было времени на разминку, но хотя бы разомните локтевой сустав, плечевой сустав, верхний плечевой пояс немного, кистевой сустав, пальцы растяните. Потому что связки, они не любят резкие удары на холодную. То есть если на холодную нагрузку резко побороться, тем более, если у вас есть силы, вы можете себе провести такую хорошую травму тоже. Потом руки будут ныть там вплоть до полугода, то есть восстанавливаться. Разминка прежде всего. Спасибо, что рассказали нам это. Евгений, я сегодня буду бороть всех своих коллег. Видимо, на телеканале. Ну, а всю мощь и красоту сотрудников полиции можно будет увидеть 10 ноября. Подробности нам сейчас расскажет Михаил Мандрыко, сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по краю. Михаил, мы просим вас к нам присоединиться. Михаил, погоните в студию. Доброе утро. Хочу рассказать вам небольшой такой анонс. У нас 10 ноября в 11 часов дня на главной площади города, это площадь революции, напротив Центрального парка, будет происходить грандиозное событие. Такого в крае еще никогда не было. Мы с сотрудниками полиции, а также подразделениями ГУФСИН, МЧС, Росгвардии проведем парад. Самый настоящий парад такой же по масштабам, как на 9 мая. Приурочено это будет, естественно, к дню сотрудника органов внутренних дел, а наших коллег и друзей из подразделений, которые работают наравне с нами, мы тоже приглашаем поучаствовать, потому что это посвящено столетию советской милиции. А все функции, которые выполняют сейчас наши коллеги, когда-то, когда-то были под ведомством МВД. Вот такое мероприятие. Будет очень много всевозможной техники, красивые молодые сотрудники, парни и, конечно, девушки. Они всегда производят фурор. Разумеется, девушки в форме, они хорошо выглядят. Будет полевая кухня, поэтому, пожалуйста, всех зрителей и вас, коллеги, мы тоже приглашаем на это замечательное событие. Еще раз, 10 ноября, площадь революции. В 11 часов утра. Обязательно всем быть спасибо, что пришли к нам этим утром. Еще раз представлю наших гостей. Евгений Милиновский, мастер спорта по армрестлингу, судья первой категории. Александр Сорокин, весовой категории до 80 кг, чемпион, кандидат мастера спорта. Александр Осипов, чемпион весовой категории до 90 кг. И Михаил Мандрыко, сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по краю. Занимайтесь спортом, приходите на парад. Спасибо большое, господа, что сегодня пришли к нам в студию. Желаем вам легкой службы, ну и, конечно, прекрасного праздника. Я думаю, что мы еще не раз до 10 ноября вас с этим днем поздравим.